Девушки отдыхают Сегодня мы с вами перелистаем страницы книг американского писателя-фантаста Рея Дугласа Брэдбери. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, к моим рассказам давно уже приклеилась этикетка научной фантастики. Но мне это безразлично. В научной фантастике всегда было два течения. Одни авторы любили описывать реактивные двигатели, подводные лодки, атомные бомбы. Других более интересовал сам человек. Рей Брэдбери родился в 1920 году в маленьком городке штата Иллинойс. Когда мальчику было 11 лет, на игрушечной пишущей машинке он напечатал свой первый рассказ. А спустя 6 лет один из его рассказов был впервые опубликован в научно-фантастическом журнале «Воображение». Название этого журнала удивительно отвечало духу творчества будущего писателя. Раньше рассказы писали так. Жили-выли когда-то. Я начинаю иначе. Что если солнце остынет и полярные льды растают? Как в этих условиях будет вести себя человек? Что будет, если однажды исчезнет человечество? Мы предоставляем вам случай испытать самые чертовские приключения, о котором только может мечтать настоящий охотник. Путешествие за 60 миллионов лет назад, объяснил служащий за конторкой. А вы гарантируете, что я вернусь оттуда живым? Спросил Эккельс. Мы ничего не гарантируем, ответил служащий, кроме динозавров, величайшей добычи всех времен. Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником. Его помощник Лесперенс, он скажет, где и когда стрелять. Если скажет, не стрелять, значит, не стрелять. Подумать только, выдохнул Эккельс. Машина времени. Закончить вчера президентские выборы, иначе, может быть, я сегодня пришел бы сюда спасаться бегством. Но, слава богу, победил Кейт, у Соединенных Штатов будет хороший президент. В самом деле, отозвался человек за конторкой. Если бы победил Дойчер, не избежать диктатуры. Этот тип против всего на свете, против мира, против демократии, против человечности. Но так или иначе, Кейт президент, и у вас только одна задача. Убить моего динозавра. Закончил фразу Эккельс. Сперва день, потом ночь, опять день, опять ночь. Недели, месяцы, годы, десятилетия. Солнце за солнцем летели вспять. За ними мчались десятки миллионов лун. История была как киноляр, допущенная обратным ходом. Время горело на могучем костре. Оказалось, все даты летописи, все дни свалили в одну кучу и подожгли. В конец машина замедлила ход. Солнце остановилось в небе. Вот, Тревис указал пальцем джунгли за 60 миллионов лет до президента Кейта. Христос еще не родился. Пирамиды лежат в земле. Александр, Цезарь, Наполеон, никого из них нет. Он показал на металлическую тропу, которая уходила в заросли. Держитесь тропы, не сходите с нее ни при каких обстоятельствах. Почему? спросил Эккельс. Да потому, что сами того не подозреваем. Мы можем убить какую-нибудь пичугу, жука, раздавить цветок. Я что-то не понимаю, спросил Эккельс. Ну так слушайте, сказал Тревис. Допустим, вы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех потомков этой мыши уже больше никогда не будет. Верно? Ну хорошо, они сдохли, сказала Эккельс. Ну что? Что? Тревис призрительно хмыкнул. А как быть с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мишей, умрет одна лиса. Десятью лисами меньше погибнет от голода лев. И вот итог. Через 59 миллионов лет пещерный человек выйдет на охоту за кабаном или тигром, но вы, друг мой, уничтожив в этих местах всех мышей, уничтожили всех тигров в этих местах. И пещерный человек погибает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, это целый будущий народ. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, историческую эпоху. Внимание! Тревис поднял руку. Вон там, в тумане. Встречайте его королевское величество. Силы небесные. Что оно занесло сюда, проговорил Экельс, это невозможно. Молчать, рявкнул Тревис. Оно заметило нас. Кругом скомандовал Тревис. Возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена. Куда? Не в ту сторону. Экельс, не оглядываясь, слепо шагнул к тропе. Сошел с нее. И не поворачиваясь, пошел в джунгли. Его ноги утопали в зеленом мху. Он казался одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. А там, за его спиной, как только он сошел с тропы, чудовище с ужасающим воем ринулось на людей. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Взлетели ружья, раздался выстрел. И как каменный идол, как горный обвал, десять тонн холодного мяса рухнули на землю. Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. За конторкой сидел тот же человек. Нет, не тот же. И конторка была не та, что прежде. С благополучным возвращением, сказал человек. Все в порядке, конечно. Трэвис мрачно осмотрел помещение. Экельс, идите и не постарайтесь попадаться мне на глаза. Ну, что еще вы там увидели? Экельс почувствовал, что опускается на стул. Его руки стали лихорадочно скрести подошву башмаков. Рука нащупала лишний ком. На комке было отливающее зеленью, золотом, чернью, пятно, бабочка. Очень красивая, мертвая. Мысли его спутались. Неужели из-за маленькой бабочки, маленькой мертвой бабочки такие последствия? Непослушные губы спросили, кто, кто вчера победил на президентских выборах? Человек за конторкой хикнул. Вы что, шутите? Что, не знаете? Конечно, дойчер, но не этот же хлюпик Кейт. Экельс задрожал, опустился на колени, его руки потянулись к золотой бабочке. Неужели нельзя вернуть ее обратно, оживить, начать все сначала? Неужели? Из-за такой малости, из-за бабочки он лежал на полу с закрытыми глазами и слышал тяжелое дыхание Тревиса. Он слышал, как Тревис поднимает ружье, как нажимает курок и грянул гром. КОНЕЦ Время, в которое мы живем, исполнено безумие и неистовство. Оно изумляет и угнетает. Наши познания о строении ядра помогут нам победить рак и уничтожить всю Землю. Научная фантастика это удивительный молот. Я намерен и впредь использовать его в меру надобности, ударяя им по некоторым головам, которые никак не хотят оставить в покое себе подобных. В своем творчестве Брэдбери всегда остается оптимистом. Он знает, что человека можно убить, можно его уничтожить. Но победить его нельзя. В молодости я очень любил книги. Лучшие мои часы это те, что я провел в библиотеке. Неожиданные впечатления порой, как ливень обрушивались на писателя. Большинство его рассказов и возникло в результате этих впечатлений. А потом появился Гитлер. Позже в Америке опять началась охота за ведьмами. Буритане, сжегшие когда-то мою прабабку, еще живут среди нас. Горели книги в Кливленде и Бастонию. И я подумал, одно поколение пишет книги, другое их сжигает, третье охраняет в памяти. Я написал Фаренгейт одним духом за 9 дней. Мне пришлось позвонить пожарникам, чтобы узнать, какова температура воспламенения бумаги. Так возникло название только что написанной повести. 451 градус по Фаренгейту. Фаренгейт Страницы этого фантастического романа рисует мир, где люди передоверили все свои заботы машинам, в том числе и необходимость думать. Они ворвались в дом, схватили женщину, хотя она не пыталась бежать или прятаться. «Довольно», — сказал Битти, «где они?» С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу. Раньше все проходило гладко. Первыми приезжали полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав, ее увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли. Они не кричат и не плачут. Как может закричать и заплакать эта женщина? Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы нарушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать намечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу. Книги лежали, как груда свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, падали. вспыхивали золотые глаза тисненных заглавий, падали, гасли. Керосин включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451. у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты, потом торопливо спустились по лестнице, задыхаясь от керосиновых испарений. Монтекс, спотыкая, шел сзади. «Выходите!» крикнул он женщине, «Скорее!» Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтега. «Не получить вам моих книг, наконец, выговорила она. Закон вам известен, ответил Питти. Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая Вавилонская башня, и вы сидели в ней в заперти целые годы. Бросьте все это, выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идем!» Женщина отрицательно покачала головой. «Сейчас весь дом загорится», сказал «Битти, я буду считать до десяти. Раз, два, уходите», ответила она. «Три, четыре, я останусь здесь», «тихо», ответила она. «Пять, шесть, можете дальше не считать», сказала женщина и разжала пальцы. на ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка, обыкновенная спичка. Монтег почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше на лужайку, где, как след гигантского червя, пролегала темная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их. Битти щелкнул зажигалкой, но он опоздал. Монтег замер от ужаса. Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд полный презрения, черкнула спичкой оперила. 451 градус по Фаренгейту и марсианские хроники принесли писателю мировую славу. Эти книги переведены почти на все языки, по ним поставлены пьесы и кинофильмы. В то время, как ученые продолжают спорить, есть ли жизнь на Марсе, Брэдбери превратил его в обитаемую планету одной лишь силой своего воображения. Но и на Марсе он заставил своих читателей столкнуться с земными проблемами, быть может, самое сложное из которых как надлежит вести себя людям, чтобы однажды не встал вопрос, а есть ли жизнь на земле. Да, меня часто упрекают в том, что я не понимаю науки. Пусть так. Признаться откровенно, наука интересует меня куда меньше, чем фантастика. У нас в Америке слишком много рационализма и слишком мало воспоминаний, чувств. «Вино из одуванчиков». Такой поэтический заголовок он дал своей автобиографической повести книги воспоминаний. Ее страницы хранят ощущение детства, особого, светлого восприятия мира, которые мы теряем по мере того, как становимся взрослыми. сама миссис Бентли не смогла бы рассказать, как, из чего все это началось. Однажды она вышла на крыльцо, она вышла на парадное крыльцо, чтобы полить там дикий виноград. И вдруг увидела у себя на лужайке группу детей. Они сидели удобно расположившись на траве. Там был мальчик и две девочки. Одна из них заметила миссис Бентли и представилась ей. Меня зовут Элис. Это Том, а это Джейн. Очень приятно, сказала старая дама. А меня зовут миссис Бентли. И вдруг совершенно неожиданно для себя прибавило. А когда я была девочкой, ну, вот примерно такой, как вы, я была Элен. Меня звали Элен. Дети повернули голову и удивленно уставились на нее. Вы что, не верите, что меня звали Элен? Нет, сказал Том. Я вообще никогда не слыхал, что у старух бывают имена. Но мой друг сухо рассмеявшись сказала, миссис Бентли, у нас так принято. Старых людей именуют мистер или миссис, прибавляя этот титул к фамилии. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, тебя никто никогда не назовет Томом. А сколько вам лет, жмурец от солнца, спросил Том. Мне шестьдесят. Потом прибавило девять. И твердо повторило, мне шестьдесят девять. А разве столько бывает, спросил Том. Бывает. Том открыл рот. Да, уж вот старая, так старая, конечно, согласилась миссис Бентли. А когда я была Элен, я была просто прихорошенькая девчурка, как Джейн, как Элис, Том захохотал и упал на траву. А Джейн встала и строго сказала, мама говорит, что врать нехорошо, и слушать, когда врут, тоже нехорошо. конечно, нехорошо, очень плохо, совсем скверно, сказала миссис Бентли. Ну, кто же тут врет? Джейн потупила глаза, вы. Про что же я вру? Про то, что вы были девочкой. Но это же было давно, оправдывался миссис Бентли. Я же правда была девочкой. Том от смеха катался по траве. А Джейн умоляла ее, миссис Бентли, скажите, что вы шутите, миссис Бентли, скажите, что вы никогда не были девочкой, скажите, миссис Бентли, что вы не были девочкой. Нет, была, 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 настаивала на своем миссис Бентли, вдруг рассердивши крикнула, и нечего тут смеяться, уходите отсюда сейчас же. Потом она долго гремела посудой, приготовляет свой скромный, одинокий обед. Нет, подумать только, говорила она, обращаясь к своей кофейной чашке, еще никто в жизни никогда не сомневался, что я была девочкой. Это глупо, это жестоко. Потом она выходила несколько раз на крыльцо, будто поджидая кого-то, и потом стояла там до тех пор, пока мимо нее, как стая испуганных птиц, пронеслись дети. Оклик мисс птиц Бентли остановил их. «Поднимитесь ко мне!» закричала она. «Мне нужно вам что-то сказать очень важное». Дети неохотно поднялись на крыльцо. В комнате мисс Бентли развязала узелок надушенного платка. Она достала оттуда голубую гребеночку с блестящими камушками. Вот эту гребеночку я надевала, когда мне было ровно 9 лет, я носила ее в волосах. Жень взяла гребеночку, повертела ее в руках. «Какая прелесть!» сказала она и воткнула гребеночку в свои пышные волосы. А миссис Бентли продолжала «Вот это колечко мне подарили, когда мне было 7 лет. Вы видите, оно не лезет мне на палец». Элис взяла кольцо и надела на свой пальчик и сказала удивившись «Смотрите, а мне оно в самый раз, какое красивое колечко! А теперь все смотрите сюда». Миссис Бентли достала свою фотографию, свой самый главный козырь. На фотографии миссис Бентли была представлена. Она смотрела на мир семи лет от роду. Ее синие глаза смотрели, необычайно проникая прямо в душу. Ее пышные кудри рассыпались по плечам как золото. Это кто? Спросил Том, недоумевая. Это я, гордо сказала миссис Бентли. Том посмотрел еще внимательнее. Ни чуточки не похоже, ни капельки. и вообще нам пора домой. Нам пора домой, мама будет беспокоиться. До свидания, миссис Бентли. До свидания, до свидания, миссис Бентли. Закричали дети, выпорхнули за дверь и захлопнули ее с собой. Она увидела на стене фотографию мистера Бентли. Он смотрел на нее внимательно и ласково, как когда-то при жизни, будто говорила ей успокойтесь, дорогая. Вы не правы. Когда человеку 9 лет, он считает, что все в мире неизменно, что все так и остается, как всегда. Когда человеку 30, ему кажется, что он останется в этом прекрасном переходном возрасте надолго. А когда человек становится старым, то он и все окружающие знают, что так и будет, так и будет до самого конца. Успокойтесь, дорогая. И миссис Бентли успокоилась. И уже наступало утро, прекрасное, золотистое, зеленое, а в дверь уже тихонько стучались дети. Миссис Бентли, откройте, миссис Бентли, это мы, миссис Бентли, у вас есть еще что-нибудь для нас, что-нибудь из вещей той девочки. Она открыла им дверь, улыбаясь, глядя на них своими когда-то синими глазами. Да, безусловно, заходите, мои милые, заходите, мои друзья, Джейн, держи, вот платье, Джейн. Она бросила на руки Джейн, что-то легкое, невесомое, блестящее. Джейн, это платье той девочки. Она играла в домашнем спектакле роль дочери Мандарина, когда ей было 10 лет. А это коньки. Элис, смотри, это как раз твоего размера коньки, вот мяч, вот куклы. Берите, Том, это калейдоскоп, ведь это калейдоскоп, смотри, какой великолепный и увеличительное настоящее стекло. Это для тебя. Берите все, вы видите, все, что здесь находится, вот книги, вот красивые книги той девочки, это тоже вам пригодится. И потом можно было видеть детей, сидящих на крыльце у миссис Бентли, и только иногда среди разговора Джейн, глядя в глаза миссис Бентли, спрашивала, миссис Бентли, вы всегда жили в этом доме одна, да, дорогая, миссис Бентли, вам всегда было 69 лет? Да, всегда. И вы никогда не были девочкой? Нет, ты же знаешь, и 1200 100 500 лет того назад тоже, и 1200 100 500 лет того назад тоже послушно повторяла миссис Бентли, как бы уверяя ее, что все остается неизменным. неизменным. Бентли, я Америка Рея Брэдбери Америка Рея Брэдбери – это Америка простых людей и маленьких городков, подобных тому, где родился писатель. Со старинными церквями, кирпичными школами, домиками, обвитыми плющом, окруженными садами. Облик таких городков, как Мираж, возникает у Брэдбери даже среди выезженных пустынь и марсианских каналов. Удивительно он пишет о человеке. С такой пронзительной печалью и нежностью, что рассказы его кажутся плывущими в памяти строчками стихов или идущей неизвестно откуда музыкой. Человек с большой буквы должен жить. Я не вижу ничего важнее человека с большой буквы. В наше время радость существования заключается в том, чтобы помогать юношам отыскивать пути к новым рубежам. Будет ласковый дождь, Будет запах земли, Щепет юрких стрижей От зари до зари И ночные рулады, Лягушек в прудах, И цветенье слив В белопенных садах Огнекрутый комочек Слетит на забор, И малиновки дрель Выткит звонкий узор, И никто, И никто, И никто Не вспомянет войну, Пережито, Забыто Ворожить Ни к чему, И ни птица, Ни ива Слезы не прольет, Если сгинет с земли Человеческий род, И весна, И весна Встретит Новый Рассвет, Не заметив, Что нас Уже нет Ни 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Днём снесли Лондон, потом разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско, перестал существовать Глазго. Их больше нет и не будет никогда. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с рёвом подкатила к ограде, стук, грохот, гром, падение, пыль и гул. И вот теперь он бродит по пустынным улицам, роется в строительном мусоре и вдруг находит с десяток хороших досок, вынимает молоток и начинает сколачивать Лондон. Доска за доской, стена за стеной, окно за окном. Эй, вы, сторож, как вас там? Из темноты появляется незнакомец в комбинезоне. Вы чем здесь занимаетесь, чёрт вас возьми? А ну-ка, положите молоток! Мы здесь всё сносим, а вы снова строите? Вы что, рехнулись? Ночной сторож бьёт по гвоздю с такой силой, что тот совершенно уходит в дерево. Предупреждаю, я позвоню на главную студию, я полицейских приглашу. Я позову мистера Дугласа. Мистер Дуглас! Мистер Дуглас! Вот он, мистер Дуглас, на самом верху! Традиционер храбкается по тёмным лестницам к старику. В чём дело? Я хочу разговаривать с творцом. Мистер Дуглас, с вами. Ведь вы всё это создали. Явились сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и сказали, да будет Париж. И появился Париж. Хлопнули в ладоши ещё раз, да будет Константинополь, пожалуйста, вот он. Я жил этим. Только здесь для меня настоящий мир. А тот мир за оградой, место, куда я хожу спать, где я вижу заголовки газеты, читаю о войне и о чужих недобрых. Людях, а здесь? Здесь собраны все страны и всё дышит покоем. Вы знаете почему? Потому что вам удалось объединить Бастон и Тринидад. Вы сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон, а Лиссабон одной стороной прислонился к Александрии. Пуля настигает человека в Нью-Йорке, он шатается, делает шаг другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Всё близко, всё так близко, что мир, мир просто необходим, иначе всё полетит к чертям. Осторожно! За их спиной с грохотом обрушивается половина дома. Продюсер шатается, старик подхватывает его, продюсер долго смотрит на развалины. Где ваш проклятый молоток? Вдруг говорит мистер Дуглас. Здесь, сэр. А гвозди? Вот они, сэр. Ну-ка. Давайте, работайте. Что? Работайте, работайте. Завтра же я поишлю операторов. И фабулы сочинять не надо. Вы! Вы есть фабула! Фильм получится отличный. Бог видит, нам нужно побольше полоумных ночных сторожей. Эй! Осторожней с сигаретой! Так можно весь мир поджечь! Старик улыбается, вынимает молоток и начинает собирать Лондон. Доска за доской, стена за стеной, окно за окном. КОНЕЦ 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 Писать все равно, что жить. Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, книгу или картину, выстроенный тобой дом или сад, посаженный твоими руками. Не важно, что именно ты делаешь. Важно то, чтобы все, к чему ты прикасался, становилось не таким, как раньше. Чтобы в нем оставалась частица тебя самого. Люди будут смотреть на взращенное тобою дерево или цветок. И в эту минуту ты будешь жив. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...